Спартак Приморья сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги. Противостояние Владивостокского клуба и Университета Югра после двух игр все еще сохраняет интригу. Серия, которая началась в Сургуте, пошла изначально не по планам приморцев. Красно-черные хоть и начали с большого отрыва, однако удержать преимущество не смогли. Студенты за матч забросили 15 трехочковых и в целом были более меткими, чем гости. В итоге первая игра осталась за Университетом 75-83. В ответные встречи хозяева уже не смогли порадовать своих болельщиков бывалой точностью. Спартак в этот раз роль догоняющего принял с самого начала. Задачу приморцы перевыполнили. Команда не только сравнялась с сургутчанами, но и в итоге под конец заработала двухзначное преимущество – усилиями Ключникова и Кривошеева. Итог 91-101 в пользу Спартака, а также ничья в серии 1-1. Теперь уже приморцам предстоит принять в гости университет. Напомню, что путевку в финал получит та команда, которая держит победу три раза. Чемпионат по практической стрельбе из пистолета прошел во Владивостоке. В соревнованиях, которые прошли на базе спортивно-технического общества «Патриот», приняли участие не только члены стрелковых клубов города, но и военнослужащие, сотрудники ОМВД, таможенники и другие. Всего более 30 стрелков, которые боролись за награды в классическом, серийном и стандартном классах. Оружия, в принципе, у людей достаточно много на руках, но люди не знают, где и можно из него стрелять. То есть ездят в лес, на какие-то карьеры, чего делать категорически, конечно, запрещено. И поэтому вот такими соревнованиями мы привлекаем людей именно в специально оборудованных местах, где можно использовать свое оружие. Они могут приехать, спокойно пострелять. Участники выполняли четыре стрелковых упражнения из оружия разных типов, таких как ПМ, ГЛОК-34, пистолет Ярыгина, Викинг и других. По итогу соревнований в стандартном классе победу одержал Константин Чебиряк. В классике первое место досталось Владимиру Михайлову, а лидером в серийных выстрелах стал Алексей Долбилов. Профессиональный бокс впервые посетил Приморскую столицу. Вечер боев противопоставил спортсменов из западных регионов страны и боксеров с Дальнего Востока. Отношения на ринге выясняли боксеры из Владивостока, Челябинска, Липецка и Тамбова. Их встречи прошли по единой формуле – четыре раунда по три минуты. Для большинства из участников схватки стали дебютными на профессиональной арене. Несмотря на это, во всех пяти встречах побед участвовали приморцы. Два первых поединка завершились единогласным решением судей и еще три – досрочно. Своих оппонентов одолели Дмитрий Башилов, Вячеслав Сухов, Максим Черненко, Александр Голубков и Максим Вашков. Представители приезжих спортсменов посчитали, что гости проиграли из-за акклиматизации. Между тем, организаторы события оказались впечатлены результатами приморцев и заявили, что в дальнейшем Владивосток возможно будет соперничать на профи ринге не только с российскими, но и азиатскими боксерами. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.